Сидиральный пар. Что такое сидираты и для чего они нужны? Грядку с сидиратами можно встретить практически на каждом участке. После высадки сидиратов грунт обогащается питательными веществами, улучшается его структура. Почва насыщается кислородом и влагой, а попавшие вглубь грунта растения после перегнивания обогащают его органикой. Сидираты можно сеять весной, летом и осенью. У разных культур разные сроки созревания. Я предпочитаю сеять сидираты после уборки урожая. До морозов образуется значительная часть зеленой массы, которую оставляю в зиму, а весной я скашиваю и она уходит под перекопку. В основном использую крестоцветную горчицу, редьку. Они повышают качество любых почв, быстро наращивают пышную зеленую массу, а их корни действуют как естественный разрыхлитель. К тому же они отпугивают вредителей проволочника, слизней, нематод и других. И защищают растения от многих инфекций. Важно только учитывать, что из-за взаимного конфликта нельзя высеивать их перед или вместе с капустой. Для этой культуры подойдут горох, люпин или клевер. Совместные посадки не практикую. Вернее сказать, рядом с некоторыми культурами сажу только бархатцы и люпин. Можно высаживать сидераты и под зиму. До наступления холодов такие культуры, как рожь, овес, вика, фацелия, сформируют корневую систему, а зеленая масса начнет образовываться весной. Скосить ее надо будет за 2-3 недели до высадки росаты. Чтобы увеличить урожай, избежав множества проблем, посейте сидераты. Они помогут восстановить почву и снова насытить ее питательными веществами. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.